Duke Nukem Forever, Damnation, Sport, Fight Night Round 4, Sherlock Holmes против Джека Потрошителя, а также самые крутые боссы Warhammer. 50 Cent может убить за свою игру. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалити. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самая новая и интересная информация из мира видеоигры компьютерных развлечений. В сети разгорелся крупный скандал. Покупатели дополнения Broken Steel для Fallout 3 не смогли установить его на свои компьютеры. Игра постоянно выдавала сообщения об ошибке. Причем у владельцев консолей такой проблемы не наблюдалось. Разработчики в спешном порядке за два дня устранили дефект, но, как говорится, осадочек все равно остался. О том, какие еще интересные события случились в игровой индустрии за последнее время, в новостях. Знаменитого рэпера 50 Cent не сильно расстроил провал его новой игры 50 Cent Blood on the Sands. 50 Cent Blood on the Sands. Ну, то есть, конечно, расстроил, но не настолько, чтобы он отказался от предложения сделать еще один проект. Но на сей раз без своего виртуального воплощения. То есть 50 Cent будет отвечать за дизайнерскую работу и заботу о маркетинге, а главным героем будет кто-то другой. Возможно, даже и не рэпер. Надеюсь, чтобы продать эту игру, 50 Cent не будет приставлять пистолет к виску каждого покупателя. А то он может... он такой. Горестный день настал для всех любителей шутеров. Сегодня мы провожаем в последний путь компанию 3D Realms. Родителей вечно молодого Дюка Нюкема. Несчастных погубил недостаток финансирования. Оставив после себя кучу долгов и 13-летнего недоросля проекта Duke Nukem Forever, 3D Realms отправились в страну вечной охоты на кабанов в полицейской форме. Мы знали покойных как беззаботных весельчаков, таких же, как их непослушный сынок Дюк. Невозможно передать словами, как осиротели все мы, когда лишились самого главного долгостроя в игровой индустрии. Вечная память тебе forever. У кого-нибудь есть 30 миллионов долларов. Просто с Дюком еще не все потеряно. Его выставили на продажу, и все-таки есть шанс, что его кто-нибудь купит и доделает, наконец. У меня нет столько бабок. Жаль. А то наши ребята как раз в Америку поехали, могли бы насчет покупки договориться. Хотя им там есть чем заняться. Крупнейший портовый город Сиэтл на северо-западном побережье США славят не только тем, что считается родиной Гранжа и знаменитого физика Гордона Фримена. В пригороде Сиэтла уютно расположилась студия Газ Пауэд Геймс, разработчики хитов Dungeon's Edge, Supreme Commander и Demi-God. Не побоявшись свиного гриппа, наша съемочная группа прилетела в Штаты и отправилась в главный офис компании — кузницу замечательных игр. Привет, я Крис Тейлор, главная шишка в Газ Пауэд Геймс, и сейчас мы познакомимся с командой, которая создала игру Demi-God. Они обитают в специальном месте, короче, Айда, со мной, сейчас мы всех там поспрашаем. Это Джулия, она наш ангел-хранитель, не впускает сюда всяких фриков, чокнутых и бомжей. Да, я такая. Слушай, если ты не пускаешь сюда фриков, как я здесь оказался? Ну ты же мне платишь. А тут у нас все наши игрушки за 11 лет. Не кисло, да? Кстати, сегодня у нас праздник. Ровно 11 лет, как я основал эту контору. Вот так. Тут у нас пулемет. Только не пытайте меня, что он делает в нашем офисе, это тайна. На этой стене постеры облорок известных журналов с нашими играми. Вот так вот. Сейчас мы зайдем в офис и посмотрим, кто что делает. Это Патрик, один из разработчиков Demi-God. Он корпел над мультиплеером, так что все пинки за сетевую игру на него. Чего у тебя на мониторе? Ну вот сижу, глюки вылавливаю. Народ жалуется, вот и шерсть у мультиплеера. Не, ну прикиньте, у нас тысяча тестеров, и как они все облажались и пропустили этот глюк. Но зато я утешаю себя тем, что делает Demi-God лучше. Ладно, не будем мешать, пошли дальше. А этот парнишка пялятся сразу в 4 монитора. Правда, один почему-то черный, но это круто. Просто дел дофига, вот и пялюсь в 4 монитора. Ну, скажи что-нибудь в камеру. Эээ, нет. Чувак, а что у тебя с ногой? Ну, мы рубились в футбол две недели назад, ну и долбанул там неудачно. Вот теперь хожу в белом носке. Что-то как-то неважно выглядит, даже волосы не растут. А мне пофиг, хочешь поцелуй? Нет, большое спасибо. Бухло. Ну, а ты как поживаешь? Да, неплохо. Ты над чем трудишься? Сижу, довожу, дома движу. Как все сложно. Так и есть. Слушай, а если вдруг кто-нибудь захочет что-нибудь в кодах поменять? Дам ему в нос. Серьезно? А то. Я защищаю свой код. Он мой. А, понятно, это его код. Не трогайте его. Шейна, у тебя как дела? Не боишься, мы тут с камерой шатаемся? Да нормально вроде. Как раз изучаю форум, куча комментариев по Димми Году, по разным аспектам игры. Ну, вроде все пучком. И что, так и пишут? Серьезно? Ага, серьезно. Серьезно. А вот наши основные указания всем работникам. Первое. Работай живее. Тормозить? Не-не-не-не. Так, ну что, кажется, пришло время промочить горло. Нет? Ну ладно, пошли дальше. А вон там у нас секретное место. Вам туда пока хода не будет. Уж извините, парни, но вы в пролете, а то у нас будут проблемы. Ну, спасибо, что приехали. До встречи в следующий раз на MTV Россия. MTV Россия. Далее виртуалити. Damnation, Spore, Fight Night Round 4, Шерлок Холмс против Джека Потрошителя. А также Барак Обама против зомби. Самые крутые боссы Вархаммер. Это виртуалити. Мы вернулись. Экс-президенты Соединенных Штатов превратились в зомби и хотят поработить человечество. Но у них вряд ли это получится, ведь на страже порядка Барак Обама с бензопилой. Ты вообще нормальный? Нет, ну само собой. Я говорю о новом комиксе Президент Ивол. Всего за 19 долларов 99 центов. А в нашей версии комикса, наверное, будет... Стоп! Стоп! Подумай, прежде чем озвучить свою мысль. Да. Что ж, друзья, давайте лучше вернемся к играм. Ватсон, видите вон ту симпатичную девушку, с которой вы собирались отправиться в турецкие бани? Ее скоро убьют. Какой ужас, Холмс, ну как вы догадались? Элементарно, Ватсон. Видите ли, ее преследует подозрительный мужчина с огромным ножом. Так что идите вы в баню, один, а я займусь поисками преступника. В общем, в этом мы ему и поможем. В новом детективном ужастике Шерлок Холмс против Джека-потрошителя от компании Frogwares. Геймеры будут управлять, как это ни странно, знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом. Охотящимся за, кем бы вы думали, кровавым убийцей Джеком-потрошителем. И вы сильно удивитесь, когда узнаете, что этот гадкий потрошитель, собственно, потрошит лондонских блудниц в районе Ватчат. А дело происходит, вы не поверите. В Англии. Так, ну, с особыми приметами главный герой покончено. Переходим к опознанию. Смотрите, это он? Нет, нет, а этот? Нет. А вот тот зловещий дядька. А, Ватсон, это вы. Слышишь в небе пугающий вой? Это асы войны мировой? А вы думаете, если самолет выглядит как картонный, то он и шумит не должен? Черт из-за, шумит, да еще как. А также стреляет и метает бомбы. А происходит всегда безобразие на просторах компьютерного авиасимулятора «Война в небе» 1917. Забравшись в кабину самых современных истребителей времен Первой мировой, вы сможете показать врагам высший пилотаж, но и заодно и Кузькину мать. Главное, конечно, это мастерство пилота. Ведь в кабине дует, нет мигающего табло, самонаводящиеся ракеты еще вообще не изобрели, и пару пулеметов может запросто заклинить после очереди. Вот и думай, как они там раньше воевали. Выглядит проект впечатляюще и играется неплохо. Лишь любители стремительных боев будут разочарованы скоростями. Ну, а вы сами-то когда-нибудь на настоящем кукурузнике летали? Нет? Тогда от винта? Ну вот, вышла еще одна игра не про Вторую мировую. Неужели разработчики наконец-то сменили тему? И наш следующий сюжет тоже посвящен проекту, не имеющему никакого отношения к настоящей войне. Ну, то есть, конечно, на самом деле такая война была, но она была немного не такая. Ну, в общем, смотрите, сами все увидите. Если кровопролитная война затянулась на 80 лет, если выросла и состарилась целое поколение, в жизни которого не было ничего, кроме борьбы, значит, вы попали в жесткий мир шутера Damnation. Здесь гражданская война между Севером и Югом Америки длится уже не один десяток лет. В какой-то момент, устав от постоянной войны, к власти приходит некий американский олигарх, который решает уничтожить армии и Севера, и Югра. Ну, дескать, побаловали, повоевали и их хватит. Но, действительно, сколько ж можно палить друг к дружку? Либо мирись, мирись, как говорится, либо к стенке. Но вот почему-то не всем американцам пришлось по нраву решение новоиспеченного миротворца. Наш герой, по каким-то только ему ведомым причинам, которые раскроются уже ближе к релизу игры, и то не в первых миссиях, он категорически против того, чтобы этот олигарх добился своих целей. И, собрав команды единомышленников и единомышленниц, он, соответственно, отправляется совершить добро и справедливость. Собственно, вершению добра и справедливости в вертикально ориентированном шутере Eternation отводится главная роль. Вы спрашиваете, что такое вертикально ориентированный шутер? Ну, это, например, когда на вершине каньона стоит главный герой, весь такой красивый, смотрит вниз, а там внизу такая маленькая красная точка. И ваша цель — добраться до этой точки. И сделать это предстоит карабкой с полступом, прыгая по лестницам, падая и поднимаясь. В Eternation перемещение вверх-вниз играет огромную роль. То есть герой постоянно перемещается там каким-то лестницам, веревкам, штурмует высоты, спускается в подземелье. И все это с безустановочной стрельбой. Стрельба по врагам — это еще полдела. Тут надо смотреть по сторонам вверх и под ноги. А то так, знаешь, раз, и тебя по башке лестница огреет. Или уступ под ногами рухнет. Кто потом будет собирать ваши косточки, это уже не важно. Хочешь сохранить шпуру — учись наблюдать и действовать по ситуации. Там пошел ко мне паз, значит, нужно прыгнуть, зацепиться за веревку, которая слева, долететь вон до той платформы, с нее сразу же упасть вниз, потому что платформа осыпается. Параллельно еще убить 5-6 человек. Перцу игре поддает то, что она выполнена в стилистике стимпанка. То есть вместо электричества и горючего везде сила пара. А это значит паровые самолеты, паровые автомобили, роботы с паровой тягой. А у главного героя — охренительный четырехствольный паровой пулемет. Не забыты и разномастные мультиплеерные режимы. Ведь пустить кровь живому противнику всегда интереснее. Короче, Demnation — игра для тех, кто любит полазить и пострелять в движущихся людей. Это весело, это фаново, это такой чистокровный экшен, где ты мало думаешь, много прыгаешь, еще больше стреляешь. И основная цель — это быстро и без потерь дойти до финала очередного уровня. Чего и вам желаю. А если кто не согласен, то мы того раз и в глаз. Далее виртуалити, Fight Night Round 4, Спорт, а также «Чужие в Белом доме. Самые крутые боссы Вархаммер». Paramount Pictures собирается снимать фильм по игре «Виллман». На главную роль полицейского под прикрытием уже взяли, как вы думаете, кого? Верно, Фина Дизеля. Сюжет картины как в игре. Лысый Вин гоняет на машинах, стреляет по бандитам и спасает красивую девицу. Здорово, но не оригинально. В общем, как обычно. Далее вас ждут новости игр, по которым точно не снимут фильмов. И это хорошо. Когда потные мужики дубасят друг друга по мордасам, это просто драка. А вот если дело происходит на ринге, это называется бокс. Совсем скоро на консолях появится четвертая часть симулятора популярного вида спорта с подзаголовком «Fight Night Round 4». Морды будут бить более 40 реальных боксеров, среди которых Мохаммед Али и Майк Тайсон. Разработчики хвалятся реалистичной физической моделью боксеров и выпиющей достоверностью графики. По поводу прочей реалистичности известно мало. Мохаммед Али точно будет жалить своих противников, как пчела. А вот сможет ли Майк Тайсон закусить ухом поверженного оппонента, неизвестно. Короче, берегите уши, носы и другие части тела. И найдите, найдите себе, наконец, силы двинуть врагу так, чтобы он закачался и рухнул, как пюшок с... Га... с горохом. Вот. Ага, получил. Сам такой, понял? Вот так-то. Повторяю, внимание, внимание, чужие вторглись в Вашингтон. Для консоли V скоро выйдет шутер «Кондуин», в котором эти инопланетные ублюдки без всякого стеснения посягнули на самое святое — столицу мировой демократии. И только секретный правительственный агент Майкл Форд отважился, но, конечно, под давлением начальства, бросить вызов внеземным тварям. Разве по доброй воле пойдешь в место, где чертик, то, значит, лезет со всех сторон, а в главные враги записался каналей по имени Прометей, а единственный друг — это винтовка. С помощью таинственного шара Майкл открывает тайну мутного глаза, истребляет зловещих тварей и бегает по захваченному городу. Не забыты в игре и мультиплеер, и пафосная музыка, и сочные взрывы. Так что, владельцы V, смазывайте и заряжайте свои верные V-моуты. Летом в Вашингтоне будет жарко. Компьютерщики, с умилением создававшие цивилизации самых чудаковатых чудиков в прошлогоднем хите спор, совсем скоро получат долгожданное дополнение Galactic Adventure — заселить космос своими питомцами, что может быть интереснее. Разве что колонизировать неисследованные небесные тела и истребить на них всех разумных существ. Или уничтожить микроклимент планетки и истребить всех ее жителей. Или создать свою планету, поменяться ею с другом и истребить всех живых существ на его планете. В общем, все сводится к истреблению и завоеванию. Сделай из козявки кровожадного покорителя галактики. Короче, замочи всех многохвостых и пятиногих, а также огромных и зубоголовых, и получи в подарок гигантского робота. А ведь роботом можно это, знаете что? Можно и мочить, истреблять, крушить, ломать, топтать, убивать. Еще одна горячая новость. Недавно в Москве закончилась конференция разработчиков компьютерных игр, на которой было представлено огромное количество интересных проектов. О том, как это было, в сюжете. Пусть покрасок, невообразимые фрики, куча красивых девушек и компьютерные графики, а также свежевыжатый атомный реактор. Добро пожаловать на КРИ! Российский игропром жив! Несмотря на кризис, ведущие отечественные издатели собрались на КРИ-2009. Зрелище это, скажем так, специфическое. Готовых проектов немного, зато разработчиков пруд-пруди. И все о чем-то совещаются, совещаются. Но нас, понятное дело, больше интересовали игрушки. И кое-что нам удалось пощупать своими руками. Например, побегать по радиоактивным пустошам шутера Stalker Zob Krippity. Также приятно удивила живенькая леталка L2 штурмовик Birds of Prey для Xbox 360 и PSP. Заочно горячо любимая стратегия Majesty 2 соседствовала с трешевым слэшером по мотивам смешных переводов гоблина «Две сорванные башни». Ну и, конечно, был длинный список локализованных продуктов, таких как Risen или уже вышедший Терминатор, да придет спаситель. В общем, все как обычно, только немножко меньше. Тем не менее, мы помучили разработчиков, разыскали несколько занятных проектов, пообщались с симпатичными стендистками, и в следующем выпуске Virtuality вы увидите самые интересные эпизоды КРИ-2009. Наконец-то новичков в онлайновых играх можно совершенно спокойно называть нубами. Это слово официально внесли в словари, причем оно стало миллионным в английском языке. Представляете, сколько нубов живет во всем мире? Ну, к нам-то это никакого отношения не имеет. Да, мы с тобой настоящие отцы в MMORPG. Да. Ну, а тем, кто делает первые шаги в сетевых играх, мы предлагаем посмотреть наш очередной урок в школе выживания Warhammer Online. Внимание, олухи! Общий сбор, стройся! Ну что ж, я смотрю, вы уже начинаете походить на настоящих воинов. До истинных вызов мастерства еще, конечно, далеко, как до черной коры на карачках. Но в целом неплохо. Итак, урок восьмой. Надеюсь, за прошедшее время вы вошли во вкус сражений с живым соперником. И наверняка многие из вас столкнулись с совершенно непобедимыми игроками. Видали такие? Уровни предельно одинаковые, а противник вас уделывает как гоблин грелку. А все потому, что у него лучшие шмотки, раритетная обувка и броня, дающая владельцу ой, как много всего. Добывается она в инстансах. Это подземелье или специальной локации. Устраивайтесь поудобнее. Сейчас мы покажем вам поучительный фильм про то, как матерые бойцы ходят в боевые рейды. Во-первых, нужно достичь определенного уровня прокачки. Более-менее интересные места для посещения доступны с 21-23 уровня. Во-вторых, для того, чтобы попасть в инстанс, обычно требуется выполнить несколько квестов. Входы в инстансы расположены повсюду. Внутри вас ждет огромное количество компьютерных вражин. Обычно всех их нужно вырезать под корень. Врагов будет не просто много, а до черта. Поэтому наберитесь терпения и рвите, рубите, колите, шарахайте фаерболами. Конечно, в каждом инстансе один или даже несколько боссов. После убийства первой из них включается таймер. Не успеете за отведенное время перебить всех, кого следует, придется начинать сначала. А вот если справитесь, вас ждет золотой дождь и огромная гора редкого шматья. Все инстансы неразыбно связаны с сюжетом. Чем больше злобных монстров вы валите, тем больше проникаетесь духом игры и знакомитесь с историей кровавого конфликта. Но не дай бог вам ссунуться в рейдовую локацию в одиночку. Только сплоченная группа может прорваться сквозь превратность этих сражений. Вам нужно набрать шесть головорезов, сражающихся плечом к плечу, четко знающих свои цели и задачи. Собрали команду и в бой! Рекомендуем потренироваться в низкоуровневых инстансах и только потом соваться к боссам покруче. Обычно состав группы четко разграничен по классам. Каждый из них абсолютно критичен. Убьют группу поддержки, всему отряду придет кровавая хана. Вынесут вашего танка, и кто заслонит вас против ярости богов хаоса? Так что учитесь командной игре, соплики! Что, зачесались ручонки? Напоследок совет. Гораздо больше шансов собрать нормальную группу для прохождения инстансов — это вступить в гильдию. Одиночки здесь долго не живут, война — дело коллективное. Найти подобающую гильдию можно просто. Спросите окружающих игроков. Кстати, те слабаки, которые до сих пор приходят на наше занятие, просто посмотреть, могут там же получить бесплатную учетную запись и пройти 10-дневный курс погружения в наш суровый мир. Итак, домашнее задание — найти гильдию, сколотить боевую группу и нормально сражаться в инстансах. На сегодня все. Разойдись! На сегодня все. Смотрите на следующей неделе в виртуалите. Какие фильмы по играм снимет Голливуд? Почему самые безжалостные герои — лысые? Что творилось на конференции разработчиков компьютерных игр, и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стэндбай!